друзья всем привет с вами энди вакс и сегодня мы будем говорить про трэнсиент шейперы тема многим из вас полезна и очень интересно по одной простой причине все мы любим чтобы плющило и колбасило чтобы трэнсиенты можно было подчеркнуть с легкостью раньше использовали компрессор под названием dbx160 сейчас же изобрели специальные приборы о которых мы сегодня и поговорим всего их сегодня в тесте будет 9 штук изначально я хотел сделать тестирование каждого из этих приборов но собственно говорить во многих случаях просто не о чем всего лишь два органа управления поэтому принято было решением сделать объемный такой всеобъемлющий обзор плюс тестирование и сравнение друг с другом этих envelope shaper задача одна единственная выявить какой же из них самый лучший чтобы мы могли его использовать в своем продакшене давайте разбираться итак друзья у нас на тесте 9 трэнсиент шейперов это ds10 drum shaper от xlan audio название стоит drum shaper и он предназначен для работы с пиками сигнала и с сустейном кика с нейро и бас то есть шины каждый режим три разных алгоритма классический натуральный и смуф что-то вроде плавный и регулятор mojo но это что-то вроде эквалайзера также здесь присутствует встроенный лимитер старый добрый iZotope alloy версия 2 в его состав входит блок трэнсиент шейпера который может быть однодиапазонным а также мульти бэндом с возможностью установки частоты кроссовера три диапазона также здесь есть блок лимитера который мы вполне можем использовать чтобы не дать нашим подчеркнутым например пиком превысить какие-то экстремальные значения далее это metric hello transient control скажу сразу что здесь что-либо настроить мне лично оказалось крайне сложно очень непонятно как то работают все эти регуляторы при прочтении мануала при проверке всех этих органов управления в миксе все равно настраивать его очень долго хотя он работает довольно интересно но большая его работа похожа на дешевый но не значит плохой multi transient от audio assault мульти диапазонный четырех диапазонный если быть точным transient shaper из интересного здесь мы можем регулировать для каждого диапазона атаку и sustain а также усугублять все эти настройки в два раза для каждого диапазона предусмотрен регулятор клип то есть лимитер а также кроме 4 диапазонов регулировки у нас еще есть мастер регулировка чтобы солировать один из диапазонов нужно кликнуть на надпись она зажигается она звучит ну проверим как 40 долларовый плагин покажет себя в деле далее классика от spl производство brainworks а сейчас это плагин альянс transient designer собственно здесь все просто transient master от native instruments атака sustain плавная атака честно говоря работы этого переключателя я ее не слышу ну и встроенный лимитер мой давний любимчик transient shaper версия 205 от shag audio technologies регуляторами атаки и релиза мы видим переключаемый детектор пиковых значений и значений сустейна сигнала можно долго объяснять как это работает проще всего это послушать в миксе что мы скоро и сделаем также transient shaper от soft tube довольно интересный подход начнем с того что также есть на мастере лимитер регулятор сустейна регулятор атаки здесь он называется punch и мы можем регулировать punch для всего диапазона для высоких частот и для низких частот то же самое для сустейна или для релиза однако следует заметить что здесь это работает все не совсем адекватно потому что при значении high и low значительно усиливается вот именно или ослабляется именно вот этот вот диапазон частот низкий или высокий также для атакера или панчера здесь существует переключатель fast-slow вот и для подчеркивания или удаление атаки из инструментов или из микса здесь существует кроссовер вот так же его работу очень хорошо мы можем услышать и сделаем это несколько позже относительно новый продукт от и рекон транс рекон работает очень интересно можно прослушать цепь детектора сигнала что является очень удобной функцией также здесь есть лимитер на мастере и сустейн у нас может работать в двух режимах режим flat работает вот от этого детектора режим flat функция отключенной здесь детектор включается свой для цепи сустейна ну вот собственно и все плагины которые мы будем сегодня рассматривать и выяснять какой же из них лучше и может быть каким-то одним envelope shaper мы можем заменить все остальные для начала давайте прослушаем как envelope shaper покажут себя на очень сложном материале здесь у меня все разбито на группы сначала мы сравним как они эти плагины себя показывают при уменьшении сустейна при максимальном увеличении при максимальном уменьшении атаки и при максимальном увеличении атаки давайте слушать и выяснять для себя какой же плагин лучший а Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ну наверное вы услышали, что Multitransient очень странно ведёт себя с атакой, хотя на атаку мы никак не воздействовали Transrecon, а также Transient Control от Metric Hall очень интересным образом воздействуют на сигнал Собственно, практически все Envelope Shaper'ы слышно, что здесь различные кривые для работы с сустейном используются Я бы сказал, что наиболее интересно работает Isotope Alloy Наиболее гибко и наиболее музыкально, что нам и пригодится при обработке всего микса Давайте теперь послушаем, как это всё будет работать на kick drum, на бас-бочке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы слышите, Multitransient очень странно работает с сустейном, я разработчику об этом написал Он уверяет, что всё нормально, но тем не менее нужно будет показать ему это видео Придемонстрировать, как это всё звучит, что называется, на живом материале Очень интересно звучит SPL Одна ручка, но работает очень эффективно с хвостом бочки Мне нравится, вот для тех, кто пользуется сэмплерными библиотеками Это будет очень полезно, потому что иногда нужно бочку удлинить, укоротить под темп трека И это будет очень-очень актуально Вот SPL Transient Designer в этом случае очень классно себя показывает Хотелось бы, чтобы алоэ немножко сустейном больше работал, немножко больше этот хвост сокращал Что касается метрик HALO Transient Control плагина то здесь практически временами он как gate работает Вот эти три плагина работают очень сходно Как вы слышите шаг technologies очень добавляет много искажений на низких частотах Очень интересный Transient Shaper у Soft Tube, но вот для сокращения хвоста бочки мне не нравится, как он работает Неплохо показывает себя DS-10 Очень неплохо, давайте сравним его с SPL Слышно даже, что разная атака получается у бочки Плюс еще разной длины sustain, то есть кривая по-разному настроена, как я уже говорил в этих плагинах И просто шикарно работает Transrecon Вот для работы с бочкой мне кажется это просто идеальный плагин для работы с сокращением релиза для работы с сокращением релиза То, о чем я и говорил Есть проблема, которую я написал разработчику Давайте теперь посмотрим, как ведут себя эти все плагины когда дело доходит до регулировки сустейна живой барабанной установки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ну что характерно multiband transient shaper здесь мне не понравился Добавил субтитры DimaTorzok очень интересно как видите настраивается этот плагин для работы с сустейном для его сокращения мне кажется это идеальный вариант ну что же давайте теперь попробуем использовать сустейн на полную катушку это так называемый режим накачки вот в частности для живых барабанов он классно используется в старые давние времена конечно же не было никаких плагинов не было никаких transient shaper и параллельно подмешивали звук очень сильно закомпрессированный 1176 компрессором давайте посмотрим как transient shaper справляется с этой задачкой субтитры сделал DimaTorzok вот как видите наверное технически на приборах и в цифрах этот плагин должен был показать себя лучше всего однако на практике мы слышим что однодиапазонные transient shaper уделывают однозначно по звуку много диапазонные мне очень понравилась работа SPL думаю что в миксе будет очень круто это слушаться и transrecon опять вот мне нравится как он работает если подмешать небольшой процент к нашему исходному звуку думаю что будет звучать все гораздо жирней если дело касается микса вот 20 процентов подмешиваем и получаем такой мощно звучащий барабанный луп давайте теперь попробуем поработать с sustain электронного микса ну вот 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 да айзотоп в данном случае не справился это странно но тем не менее вы сами все слышите неплохо работают половина из тренсин шейперов и а и 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 здесь удивительно хорошо себя показывает SPL неплохо работает transient shaper SAF TUBE TRANSRECON я ожидал лучшего но тем не менее почему бы и нет очень сильная накачка почти как сейчейн ощущается мне это не нравится все-таки при увеличении сустейна я ожидал другого результата мультибенд разочаровали в данном случае я бы здесь выделил SPL давайте посмотрим как на отдельно звучащие бочки которая которая специально выбрал не очень хорошую по качеству по тембру но для наших целей это очень хорошо сработает для целей выявления лучшего envelope shaper напомню что здесь мы должны удлинить sustain сэмпла например когда мы используем как я уже говорил сэмплы не в том bpm не на той скорости то у нас существует проблема нам нужно растянуть или сократить сэмпл с помощью таймстрейчинга это делать не рекомендуется теряется качество особенно на низких частотах поэтому я нередко прибегаю к помощи transient shaper почему-то подчеркивается пик хотя панч стоит на нуле удивительно хорошо ds10 себя показывает ну и SPL конечно неплохо хотя SPL тоже почему-то подчеркивает атаку да транс рекон очень неплох как вы слышите очень можно настроить гибко и главное быстро совершенно неадекватно работает multi transient в данном случае очень сильно почему-то подчеркивается атака итак транс рекон возможно SPL и ds10 конечно очень хорош в принципе насколько я уже смог его протестировать только для этого он и хорош для подчеркивания сустейна давайте перейдем к следующему убираем атаку у инструментов думаю что на миксе смысла нет пробовать данный режим попробуем на барабанной установки а потом на электронной бочки и второй вариант и и в и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Давайте теперь послушаем как это все будет звучать на электронной бочке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как правило это был DBX160 Это такой очень интересный компрессор В зависимости от различного порога срабатывания Там по-разному компрессировался сигнал Ну грубо говоря Если где-то порядка 10 дБ сигнала поджималось То атака устанавливалась на 15 мс Релиз где-то на 100 мс И детектор был не пиковый А RMS Соответственно это очень сильно сказывалось на звуке В зависимости от 1176 Звук в DBX160 Был такой очень Клацающий, кликающий И многие продюсеры, звукорежиссеры Этот прием использовали Ну давайте сейчас попробуем Поработать с миксом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну как видите я кручу ручки Собственно похоже что совершенно бездумно Но тем не менее Атаку по-человечески я подчеркнуть почему-то не могу Давайте воспользуемся пресетами Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как вы слышите в случае с подчеркиванием атаки Multiband transient shaper Однозначные победители Хотя при сравнении в лоб Isotap alloy Transient shaper и Multitransient звучат по-разному Слышно что в Multitransient коротенькие пики подчеркиваются Кривая такая очень быстрая А в Isotap alloy 2 это кривая значительно более пологая То есть просто-напросто больше сигнала проходит и больше сигнала подчеркивается Неплохо себя показывает и DS10 Ну и Transrecon в принципе неплох Ну конечно же с Multitransient от Audio Assault В случае с подчеркиванием пиков мне кажется никто конкурировать в данный момент не может Мы этот момент запомним Давайте теперь протестируем на барабанах живых Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну собственно что и требовалось доказать multi transient лучший очень гибкий очень классно отрабатывает все значения атаки еще понравился DS10 и SPL я бы сказал что они делят второе место ну конечно в DS10 побольше интересных настроек ну и магическая ручка Mojo честно говоря не понимаю зачем Mojo или Drive впихивают в transient shaper это для меня до сих пор загадка ну и давайте теперь послушаем на бочке тот вот инструмент на котором чаще всего я использую transient shaper и 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 вы заметили насколько по-другому ведет себя каждый transient shaper на другом материале и тут конечно же напрашивается однозначное предположение однозначный вывод для разного материала нужно использовать различные transient shaper ну как вы уже поняли лично мне очень понравился Transrecon от Eericon и Multi transient недорогой 40 долларов он стоит transient shaper multi band 4 диапазонный с разработчиком как я уже говорил я общаюсь по поводу неадекватной работы на низких частотах сустейна что надеюсь что все таки эта проблема будет исправлена также неплохо себя показал transient shaper от SPL ну это такая живая классика интересный но очень-очень запутанный и странно работающий metric hello очень классный от iZotope все-таки в некоторых режимах он работает как-то специфически transient master вообще не впечатлил transient shaper тоже не особо хорошо transient shaper от softtube имеет очень интересную функциональность но тем не менее на практике мне работа его не очень понравилась ну и конечно очень красивый лаконичный дизайн и довольно неплохая работа drum shaper от xln audio ну что же друзья давайте подводить итоги ну вы многое увидели и услышали сами можете сделать соответствующие выводы о них и о своих соображениях пожалуйста пишите в комментариях очень будет интересно с вами пообщаться на эту тему лично я для себя понял одно нужно иметь в своем арсенале два а то и три разных envelope shaper потому что случаи бывают как вы уже увидели разные лично я для себя выбрал три это SPL это Erecon и один из мульти transient shaper либо iZotopelloid 2 либо audio cell который очень хорош для подчеркивания атаки я бы назвал его лучшим в этом смысле и стоимость 40 долларов она конечно подкупает надеюсь что своим обзором я сэкономил вам очень много времени и денег пишите комментарии по тому что вы увидели и услышали ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был Andy Vax и до новых миксов я вам этим помню и давай